Чтобы появилась сила, чтобы знать те нормативы, которые соответствуют вашему возрасту. Комплекс норм ГТО, готов к труду и обороне, появился еще в 1930-е годы и был очень популярен. Так, только в первые годы его существования значки ГТО получили 24 тысячи человек. С распадом Советского Союза о сдаче спортивных нормативов забыли. Однако в 2014 году комплекс возродили. Одновременно началось и строительство специализированных спортивных площадок, как в крупных городах, так и в районных центрах. В этом году свой спортгородок появился и в Калаче-на-Дону. Она уже практически готова, площадка может работать. Просто вот те условия, те погодные условия, наверное, не позволяют сейчас людям приходить и заниматься. Но, опять же говорю, мы вот ее откроем торжественно, да, скажем, что все, площадка готова на 100%, безопасна, площадка очень многофункциональна. Поэтому мы будем рады всех здесь видеть присутствующую площадку, будет работать бесплатно. Конечно, будут определенные часы, то есть это не будет с утра до вечера здесь крутиться. Определенные часы площадка будет рассмотрена, потому что какая-то часть здесь будет занята временем именно детьми, которые занимаются там. Кроме спортплощадки появился в городе особенный веревочный парк. За его строительство проголосовали сами жители Калача-на-Дону. Такая полоса препятствий станет отличным полигоном для ребят, занимающихся в городской секции спортивного туризма. Мы выиграли проект веревочного парка. В этом году нам его буквально месяц-полтора назад соорудили подрядчики. Получился такой прекрасный парк. Мы уже здесь открыли его, дети уже тренировались, занимались. Очень понравилось. Даже те дети, которые не занимались спортивным туризмом, пробовали уже, испытывали, будем так говорить. Очень понравилось. Площадка всем требованиям отвечает безопасности. То есть помимо этой площадки нам было передано страховочное оборудование, система, страховочные каски, для того, чтобы преодолеть вот эти этапы. В этом году построены открыты семь специализированных спортивных площадок в разных районах Волгоградской области. Регулярные занятия на тренажерах помогут не только хорошо сдать нормы ГТО, но и вести здоровый образ жизни. Ксения Колоскова, Максим Ищеряков, телеканал Волгоград-1.